Привет, Андрей. Как тебя зовут? Слава. Слава, о, молодец. Ничего такой веселый, да, пацань? Да, конечно. И в хоккей, и в футбол, да, во все? Во все. Во все, да? В шахматы, там, шашки? Нет, пока только в хоккей и футбол. Ну, ничего страшного, научишься еще. Да. Что дома как-то? У кого? У тебя? У меня пока нет. У меня нормально проходит, а у тебя как проходит? Соседей мучаешь, да? Бьешь по мячу? Да, конечно, иногда бывает. Иногда бывает. Ну, молодец, хорошие ролики снимаешь. На изоляции как? Ну, как и все, дома сидим, отдыхаем. Ну, что, отдыхаем? Ты же сказала, читаешь книжки, там, английский учишь. Да, и это. Да, и нет? И это, да. Ну, молодец, молодец. Не волнуйся, просто болтай что-нибудь. Вопросы готовы. Какие вопросы? А, ты мне вопросы еще будешь задавать? Угу. Ого, что-то меня предупредили даже. Ну, давай, ладно, попробуем. Поехали. Только они такие, не этот. Нормальные вопросы. Не волнуйтесь. Не волнуйся. Андрей, вы уже приступили к тренировкам, но все-таки как прошла ваша самоизоляция? Замечательно, дома, с семьей, с ребенком. Супер. О чем вот вы увлекаетесь помимо футбола? Помимо футбола? Люблю теннис большой. Если активный отдых. Если не активный, то что? Ну, не знаю. Английский так чуть-чуть учил. Я тоже немного. Тук-тук. Разговариваем. Также я хожу поболеть за нашу хоккейную дружину. И иногда встречал вас на матчах. Что-то я тебя не видел. Плохо махал, наверное. Возможно. Вот вы любите хоккей? Катайтесь на коньках? Ну, конечно, я же сибиряк. Зимой хоккей, летом футбол. Поэтому умеем кататься. Правда, ну, так только с ребенком сейчас получается кататься. Ну, когда закончу с футболом, буду в ночной лиге, наверное, кататься. Пытаться. Поживем. Ждем. Пока я закончу, что ли? Ждем. Андрей, вот так сложно иногда заставить себя заниматься спортом дома. Еще две недели сидеть на изоляции. Поделитесь, пожалуйста, своими секретами мотивации. Не, ну, уже там, наверное, со временем, с годами, с опытом приходит, что это надо делать, надо выполнять, готовишься. Когда молодой еще, может быть так, может, не стоит. Мысли такие посещают. Ну, мысли надо отгонять и заниматься. А молодым надо в приказном тоне это все делать, чтобы они выполняли. Вот. Потому что у них совсем менталитет другой. Так что вредителям скажешь мои пожелания, чтобы заставляли тебя. Если ты, конечно, это любишь, хочешь футболом, там, или хоккеем, или чем-то заниматься. Я занимался футболом, сейчас занимаюсь плаванием. Еще занимался вот футболом в команде Спарта Свиблова. Тренером мой был, моим тренером был Ильин Анатолий Николаевич. Он тренировал братьев Камбаровых как раз. Ого. Да. Значит, достойно должен подготовить тебя. А плаванием что пошел? Так для себя? А плаванием? Ну, пять лет уже занимаюсь. Два разряда. Второй юношеский. И что, как по собаче плаваешь или как? Брасом, кролем. Да, я понял, молодец, все правильно, пригодится. Я очень вот люблю футбол, хоккей, но еще я люблю такой вид спорта есть, хоккей с мячом. Вот вы, наверное, его знаете. Конечно, я знаю, Сибискана называлась у нас. Да. В Иркутске. Похоже она на футбол чем-то, и размеры площадки такие же, и клюшка только не шайба, а мяч с мячом гоняют. Конечно, жаль, у Спартака нет своей команды, но вот лично я люблю хоккей с мячом и болею за Сыктывкарский строитель. Потому что моя мама, она из республики Коми, где вот родом строитель, и я бы хотел вас пригласить на чемпионат мира, всю команду нашу, Спартак, на чемпионат мира, который пройдет в 21-м году в Сыктывкаре. Не знаю, строитель я не слышал, а так, ну, в основном, какие-то команды я слышал. Призять очень интересная игра. Андрей, вот наша семья, в нашей семье, мы все болеем за Спартак с 1945 года. Я слышал в ролике, да. Да, и мы очень любим нашу команду. Ну, еще бы, если бы не болели. Да. Я знаю, что вот мы народная команда, за нас болеет вся Россия. Все правильно говоришь, молодец. Даже в Сыктывкаре я встречал некоторых болельщиков, которые всей душой на Спартак лично вас поддерживают. Очень приятно, конечно. Передавай им привет. Скажи, что со мной по видеосвязи общался. Андрей, а вот за что вы любите Спартак? Интересно узнать. Ну, Спартак так же, наверное, как и ты говоришь. Многие болели и в детстве смотрел Спартак. Когда я в первый раз с Тихоновым познакомился в Химках, был очень впечатлен, потому что мне было тогда 19 лет, и я только с Иркутска уехал. А человек играл за Спартак, за сборную, поэтому, естественно, я его помню только, как за Спартак играл. Ну, и не только его. А так, ты правильно говоришь, народная команда. Куда бы ты ни приехал на выезд, такое ощущение, что ты дома играешь. А если бы еще больше стадиона вмещали, то и болельщиков больше было бы, наверное, спартаковских. Очень приятно, как встречают с фаерами вообще. Поэтому мы делаем тоже все возможное, подходим, автографы даем, там, если получается, там, майки, бутсы, что-то дарят. Можно привет передать некоторым друзьям нашим, которые тоже обожают Спартак, нашим ребятам с С-109? Игорю, Денису, двум Сергеям, Бике, Юле. И лично вас хотелось бы попросить передать привет моему тоже другу хорошему. Он тоже в основном составит Диме Маркетесову. У тебя много друзей, смотри. Кто-кто? Диме Маркетесову. А, Маркетесову, что ли? Да. А что мне ему передать привет-то? Он с нами что-то занимается. Я с ним редко вот удается пообщаться. А он тоже оттуда же или как? Откуда идти? Мы ходим часто на Спартак 2. А, и он тебе понравился игрой своей, что ли? Да. Ну, договоритесь, может, и с ним видеосвязь сделают. Андрей, я знаю, что у вас начались активные тренировки и подготовки к играм. В свободном времени мало. Поэтому мне будет очень приятно, если вы подпишетесь и найдете как-то меня в соцсетях каких-то. Вконтакте, в инстаграме. В инстаграме слава-киктив-8, вот английскими, латинскими буквами. Надеюсь на продолжение нашего общения, нашей беседы и, возможно, я даже просто уверен в этом, на личную встречу. Ну, если будешь в Москве, приходи. А я в Москве живу. Да, ну тогда тем более, что на стадион будешь приходить. У нас абонементы. Ну и все. После игр домашних подходи к автобусу. Там все ребята выходят, поэтому не вопрос, можем расписаться и встретиться, и поговорить. Родителям молодец. Привет передавай, скажи спасибо. Вот, так что давай, не болей. Будем стараться. Хорошо, люби футбол. Если любишь футбол, занимайся футболом. И, конечно, шатопи за Спартак, понял? Все, давай, удачи тебе. Вперед, Спартак! Вперед!